День добрый! Сегодня прекрасный воскресный день и я решил посвятить его прогулкам в горы. Давно уже мечтаю съездить в горы, погулять немножко и сегодня выдалась такая возможность сейчас выдвигаемся и ехать приблизительно там 150 километров. Проедусь и хорошо сегодня нету дождя. Посмотрим как. Ну тучки есть, солнце пробивается. Посмотрим что будет дальше. Эту прогулку я вам также покажу, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну что, уже подъезжаем к Бельской Бялой. Сейчас скоро поднимемся на подъемнике. Погода прям вообще радует. Вот такая вот, вот такие вот пейзажи. Все, приехали мы в Бельско-Бялую на подъемник. Сейчас здесь освоимся, посмотрим что где и как лучше и будем подниматься в горы. Вот сзади меня здесь веревочный парк и подъемник, на котором мы будем подниматься. Сейчас все расскажу и все покажу. Вот в Бельско-Бялой есть вот такой подъемник для зимних видов спорта. Летом он работает просто как развлекаловка. К сожалению, здесь нет таких спусков интересных каких-нибудь. Ну, прекрасная погода, прекрасный вид. Вот такая вот лыжная трасса в Бельско-Бялой. Притом есть снежные пушки. Я думаю, что уже в ноябре можно будет покататься. Можно вот так вот прогуляться по лесу. Такие вот тропинки, сложные, не сложные. Все очень достаточно. Прикольно. Особенно сейчас в такую погоду, когда не холодно, не жарко. Наконец-то поднялись на самую гору. Здесь открывается прекрасный вид на город Бельско-Бяла. И даже видно вон Тихи. Я думаю, что это на горизонте, если присмотреться, то будут видны и Катовицы. Вон озеро Пширное, рядом с которым тоже я катался. Практически на самой макушке горы. К сожалению, я так и не понял, что это за гора. Это гора, которая в Бельско-Бяла. Путь занял где-то легким темпом в районе часа от подъемника. Единственное, что сейчас прошли дожди и тропинка достаточно такая влажная. Поэтому лучше брать не свежие кроссовки, а какие-нибудь темненькие. А иначе будете все грязные. Так что вот так вот. Ну и, конечно, надо взять термос с чаем с собой, чтобы здесь вот насладиться этими пейзажами и немножко отдохнуть. Вот сейчас вот это, это велосипедная тропа. Здесь велосипедисты ездят, вот так вот экстремально развлекаются на выходные. Сложно подниматься здесь. Вот так вот выглядит склон, спуск горнолыжный. Это вот место называется Димбовец. Димбовец у подножия Бельско-Бялый. Очень хорошие виды отсюда. Очень хорошо здесь можно прогуляться на выходных или просто в будний день приехав, подышать свежим воздухом, погулять по горам. На центральной площади Бельско-Бялый. Вот такой вот необычный костел святого Николаса вроде бы. Если неправильно произнес имя, то прошу прощения, как прочитал в гугле на картах. Так приблизительно и произнес. Он так создает хорошее впечатление. И внутри есть там орган. Я не буду снимать внутри, потому что это все-таки костел. Но вот снаружи он выглядит вот так. Вот так вот выглядит рыночная площадь города Бельско-Бялый. Такой сад с фонтаном красивый. Дома. Тоже ухоженные. 1895 год вот зелененький дом стоит. И над всем этим вот башня костела как раз разрушается. Вот такой вот фонтан Посидона. Оригинальный. На рыночной площади. И вот такой вот, как я понимаю, это музей Бельско-Бялый. Здесь интересно тоже. Находится на возвышенности. И там снизу проходит дорога. Очень так интересно расположен. Вот Почта Польская. Театр. Тоже с фонтаном. И дорога. И вот это вот зеленое насаждение. Это речка Бяла. Первое упоминание о городе Бельско-Бялое в 1312 году. И поэтому город достаточно такой старый, с мощной архитектурой и красивой. Так приятно гулять по его улышкам. Еще вот, как всегда, очень много зелени. Очень все притягивает. Такая арочка. Идет. Здесь вот такая улочка. Такая маленькая, узенькая улочка. Бельско-Бялый, да, старенький город. Особенно в центре города очень узкие улочки. Больше такие пешеходные. На этой ноте я и завершаю сегодняшний день. Решил немножко прогуляться вечером до магазина. В воскресенье в Польше магазины не работают. Приходится гулять достаточно далеко. Приятного апельсинга 2,035 Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.